Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Повышенный интерес к пенсионной тематике обусловлен тем, что граждане России сталкиваются с тотальной экономией бюджетных ресурсов. Делают это власти страны с той целью, чтобы снизить социальную нагрузку на федеральный бюджет. Регулярно появляются сообщения о тех или иных корректировках пенсионного законодательства. Некоторые из них носят локальный характер, тогда как другие затрагивают интересы подавляющего большинства российских граждан пожилого возраста. Накануне специалисты поведали, при каких ситуациях человеку не будут засчитаны страховые периоды стажа для назначения самой распространенной в нашей стране пенсии по старости. Эксперты отметили, что с 2002 года в страховой стаж для назначения пенсии идут только те периоды, за которые работодатель делал отчисления в Пенсионный фонд России. Вместе с этим руководители отдельных компаний пытаются обойти законодательство и хитрят. В частности, они не переводят часть денег в доход работников ПФР. Как несложно догадаться, сам сотрудник об этом ничего не знает, надеясь, что в дальнейшем у него не возникнет сложностей с пенсией. Однако на самом деле такие периоды стажа не будут засчитаны в дальнейшем, когда поднимется вопрос о назначении пенсионной выплаты и определении ее размера. По этой причине россияне должны проявлять бдительность. Для этого им советуют самостоятельно проверять сведения за работодателем. Осуществить это можно на официальном сайте ПФР, где в личном кабинете имеется соответствующий раздел. Самозанятые граждане могут не рассчитывать на страховой стаж, поскольку они нетрудоустроены официально. По закону, работающие на себя граждане могут не делать страховые отчисления. Однако при желании можно вносить определенную сумму в течение года. Тогда стаж будет зачислен. Также не нужно забывать о том, что если человек претендует на несколько пенсий, то определенные годы страхового стажа пойдут только в одну из выплат. А интересуешься ли ты пенсионной тематикой? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео.